Не знаю, знаете ли вы такого чувака, как Гудков? Гудков. Важное предупреждение, вот пишет, важное предупреждение. Прилетел в одну из европейских стран и сразу в аэропорту, еще до паспортного контроля, был отведен в сторону и получил от местных правоохранителей, блядь, рекомендации, сука, блядь, я разучился читать, соблюдать меры предосторожности. По их информации, широкий круг оппозиционеров и публичных персон, проживающих за рубежом, которых путинский режим считает своими врагами, сейчас в зоне повышенного риска. Интересно, а Путин меня считает своим врагом? В списке оказались все фамилии, которые я сходу вспомнил. Более того, аналогичные предупреждения сегодня получил еще один из оппозиционеров, но уже в Турции, где ему прямо посоветовали улетать из страны, так как не смогут обеспечить безопасность. Информация об угрозе свежей, еще 10 дней назад, в том же аэропорту европейской страны, меня никто в сторону не отводил и ни о чем не предупреждал. Так что если вы оппозиционер или паблик фигюр, паблик фигюр, фигюр, и не обязательно очень хорошо известны, то будьте осторожны. Желающих выслужиться перед Путиным сейчас хватает. Ну, собственно говоря, вот, собственно, как-то, собственно, так. Спроси, кто в листе. Гудков, ответь, пожалуйста, а я там был, Олег Егубанов был? Сестра в СПБ ходила к бесплатному стоматологу в поликлинике. Этот яблан переборщил следокаином и еще задел нерв. Как итог, у сестры испортилось зрение. Да ну нахуй, она не пасиба. Пиздец. Ну все, тебе бомж зарежет, чекай. Пока что этот бомж мне пиццу на адрес присылает. И угрозы мне в личку кидает. Ну, короче. Вот такая хуйня происходит. Не знаю, насколько, может, это нахрюк. Просто я не знаю, насколько можно доверять Гудкову, да. Вот, но как бы чел вот на полном серьезе как бы пишет такое, да, что он прилетел в какую-то европейскую страну, где его отвели и предупредили. О том, чтобы он был осторожнее. Почему? Что осторожнее? Типа, что произойдет? По голове ударят или что? Отравят новичком или что? Какому-то другому оппозиционеру непонятно кому вообще сказали улетать из Турции, так как не могут обеспечить безопасность? А про Америку че? Известно, если что-то нет. И вот как мне лететь куда-то? В Молдову, например, я хотел. Вот вы как считаете? Стоит рисковать? Или ну его нахуй? Вы бы как поступили? Вы бы забили хуй и полетели все равно? Или вы побоялись? Просто я тоже не хочу показаться параноиком, ну знаете, когда вот такой пишет, ну вроде как, ну не безызвестный человек. И я понимаю, что я-то тоже вроде как кому я нахуй нужен, но при этом к моим родителям уже три раза приходили с предупреждениями. А в этот раз вообще уголовкой теперь угрожают. И я не знаю, типа я смотрю на это и думаю, блядь, какая ж хуйня, господи. Да попизди, блядь, какая ты нахуй защита. Нахуй ты мне пиццу тогда присылаешь. Я твоя защита. Окей, защищай. Давай, я жду от тебя информацию какую-то. Поподробнее можно что-то там объяснить, кто ты вообще такой. После стрима. Я обещаю могу, пообещать могу пообещать. Если нормально мне все скажешь, ничего не расскажу, никому не покажу, не выдам тебя, скажем так. А если будешь пиздеть вот такой хуйней заниматься, я все выдам нахуй. Вот. Вопрос, что с родителями приходили еще? Да нет, все нормально с родителями. 5 дней назад приходили, нахуй еще раз приходить. Вот. Я делаю. Я просто не хочу делать бесплатную страховку. Как бы я могу в данный момент получить только бесплатную. То есть как этот, как глист. Иждивенец. А я не хочу, знаете, садиться на шею государства американского, да? Вот. И то есть высасывать деньги с них. То есть быть глистом, быть пиявкой, да? Вот. Потому что я слышал, что в будущем это может плохо сказаться, если ты будешь получать паспорт. Потом они проверят, скажут, ах ты, блядь, ты зарабатываешь деньги, но при этом жил на бесплатную страховку, да? Ах ты сука. Ну и платную, блядь, я не могу оформить. Потому что у меня пока еще, ну, нет годового дохода. А чтобы оформить платную, им надо принести годовой доход. То есть налоги заплатить. А я еще не платил. Почему? Потому что у меня не было гринкарты. А так как не было гринкарты, типа, я не мог пойти и заплатить налоги. Теперь она появилась. Но налоги заплатить я смогу только в начале следующего года. И как только я заплачу, и у меня будет годовой доход, я с этим годовым доходом прихожу в страховку, говорю, вот, я зарабатываю вот такие деньги, дайте мне страховку. А так они ее не дадут. Но могу бесплатную получить за то. И по бесплатной я могу по всем врачам ходить бесплатно. То есть вот как здесь. Тут опять же, да, говорят, блядь, здесь вообще пиздец, медицина дорогая. Я сейчас могу получить бесплатную. И все, и пойти к врачу, и бесплатно вылечить себе все, что угодно. Страховка все платит. За счет государства. Но, боюсь, потом могут возникнуть вопросы. Скажут, что это за хуйня? Ну, это так, нахрюк. Я не уверен, что на самом деле будут какие-то вопросы. Я думаю, может быть, скорее всего, похуй будет. А счет пришел? Нет, не пришел. Я думаю, не придется. Им похуй, опять же. Не настолько это серьезная проблема была. Короче, вот, да. Ну, и вот по поводу предосторожности. Не знаю, насколько нужно быть реально осторожным по итогу. Трусы, главное, одноразово используй, новичок не страшен. Ага, заклинатель, спасибо за 140 рублей. О! Блогер Столяров хвалит Шойгу. Называет себя патриотом. А, и недоумевает, почему люди уезжают из России. Да ты шо? Поймите, у меня себя такая, у меня бабушка, которая благоденствует... Бля, нахуя братишкин надел парик и сидит там рядом с ним. Да я рос? Нет. Что за хуй? Я думаю, если у вас живы бабушки и дедушки, которые были военные на войне, надеюсь, не у вас живы еще. Народ, скажи, у него нет. Конечно, я за Россию, за нашу страну, за семью и, конечно же, за нашу армию. Это всегда было, если будет. Я против. Я всегда за нашу страну и всегда говорю, что мы самые крутые, самые сильные. И я, если мне, я путешествую очень много, я очень глубоко в мире, я очень люблю... Пиздобол? ...это будет что-то лучше. Ну, я думаю, в данном случае он реально пиздит. Зная, какая у него реакция на все происходящее была изначально, ну, учитывая, что... Кто у него там, соответственно, да, зять и так далее... Ну, понятное дело, что с ним, видимо, хорошенько поговорили. Вбили ему, скажем так, базу. Ребят, я не понимаю, что люди-то реально уезжают. Вот дурачки. Так-то да, кто-то возвращается, я не спорю. Я вам могу сказать, что мы, конечно, патриотом. Не у всех получается где-то там ассимилироваться, блядь, остановиться там, я не знаю, да, успешно, скажем так, пустить корни где-нибудь в Грузии. Я считаю, что у нас самый сильный наш, наш страна, наш президент, молодец, и министр обороны. Ой, ну всем очко вылезал, господи, боже, бля. Он прям, ну, вот, бля, господи, ужас. Подожди, как это непростое время? Ну, блядь, сам говорит, что люди уезжают? Не понимаю, потом такой, ну, сейчас время непростое, конечно. Потом вначале сказал, ну, вот у меня бабушка там, соответственно, да, ветеран и так далее. Вот война, я помню, там, блядь, вторая мировая и так далее. Поэтому я поддерживаю войну. Блядь, ты наоборот не должен это поддерживать, раз ты там бабушку свою помнишь, да? Я думаю, тебе твоя бабушка рассказывала, как это ужасно, как это плохо и как это не должно быть. Такой, ой, у меня там ветераны, мои там деды, бабушки. Поэтому, блядь, да, война, заебись. Погнали. Блядь, ну это пиздец. С такими донатами ощущения, что-то, блядь, уже люди придумывают. Ну, это пиздец в любом случае. Спасибо за 120 рублей. Блядь, столько историй сразу, блядь, всплыло про бесплатную медицину в России. Охуеть, конечно. Блядь, он, типа, любит Россию, но почему-то топит за то, что эту Россию, скажем так, загоняет в глубокую жопу, если говорить простым языком. Так, дальше, что? Путин встретился с Пригожиным. Подтвердил Песков, встреча с предателем состоялась в кресле 29 июня, спустя 5 дней после мятежа. На ней присутствовали командиры Вагнер и лично Евгений Пригожин. По словам Пескова, общались 3 часа. Ну, вот, видите, как... А посадить-то ты шо? Ну, как это посадить-то? Нет. Нет, не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не. Ладно, давайте немножко о другом. Сяоми... К Сяоми выпустили палку-чисталку. Для всех, кого покусали комары. Игорёк, Гаммес, спасибо большое. За рейд. А если меня клещ покусал? Ну и чё? И что, блядь? Работает очень просто. Прикладываете к месту укуса и ждёте 15 секунд. Девайс нагревает кожу с помощью инфракрасной лампы и промассирует её виброй. Импульсами. Ух, блядь. Мне кажется, эта хуйня будет не по назначению использоваться. Иногда. После этого зуд пройдёт. Чё, блядь? Хуйня, короче, какая-то. Так. Джонни Депп поедет в Россию этой осенью. За это он получит 370 тысяч долларов. А также в подарок экскурсию по России. По информации разных СМИ, реальная цена гонорара более 5 миллионов долларов. Ты можешь спокойно пойти в полицию, а не выследить от того вспышника по истории заказов из ресторана пицца. Ага. Старскрим. Спасибо за 120 рублей. Так, я чё-то сейчас не понял, Джонни Депп. Ты чё, блядь, вообще, что ли? Не, я, конечно, понимаю, у него недавно там суды были, но вроде как он выиграл, и с деньгами у него проблем быть не должно. Чё, блядь, вообще, чё ли, нахуй сдурел? Пиздец. Ну. Ок. Пусть едет. Можь нахрюк. Надеюсь нахрюк. Эф? Шо пиздить. Коэф, блядь, всё нормально. Вы меня не обманывайте, я не люблю, когда меня обманывают. Понятно? Я не люблю, когда меня обманывают. Ага. Так, идём дальше. На Твиче скоро добавят возможность записывать сториз, как в Инстаграме. Это мы вроде уже обсуждали. Ну, вот как это будет выглядеть. Вот такая хуйня, короче. Ну, чисто как в Инсте, собственно говоря. Причём можно будет для всех делать, для фолловеров. Или какие-то для сабов исключительно. Хуйня. Мать твоя хуйня. Горло болит уже почти полтора года. Десятки раз ходил к врачам. Никто ничего нормального не скажет. Диагноза нет. А лекарства не помогают? Горло до сих пор болит? Бля. Майрекс, спасибо за 120 рублей. Бойся! Сука. Я думаю, нет смысла придумывать историю для доната, тем более трагическую. Кстати, я не понимаю, оценивал Петрек этот или нет. МБ оценишь? Не, не буду оценивать. Спасибо за 120 рублей. Главное вопрос, а зачем? Ну, если ты дурак, блядь, не понимаешь, нахуй, я могу тебе объяснить, зачем дурачок, блядь. Поздравь, пожалуйста. Очень хорошего человека по имени Уля. Очень давно тебя осмотрят. Ща, подожди. Например. Ну, если вы когда-то пользовались инстаграмом, каждый из вас, я уверен, сторисы смотрел. Это, ну, уж явно не бесполезная штука. Вот. Так вот, по поводу сторисов на Твиче. Для чего? Например. Вы каждый раз задаетесь вопросом. Хэсус, стрим будет? Хэсус, когда стрим? Так вот, теперь, с помощью сторис, я смогу заранее предупреждать. Будет стрим или не будет? Бля, помню, еще с нервами лежала в больнице моего небольшого города. Так мне сказали, что я, тупая, раз не знаю, как выключать капельницу и слепая из-за плохого зрения. Также, в сторисах на Твиче можно анонсить что-то. Например, там, а, здорово, я сегодня буду, не знаю, чесать жопу прямо на стриме. Вот она. И, типа, люди будут смотреть. ТГ, ТГ, понимаете, в ТГ не хочется лишний раз похуй не делать какой-то пост. Вот. А на Твиче эти сторисы можно одно за другим клепать. Русский шпион и прилетел в Америку, чтобы следить за твоей жизнью и докладывать все Путину. Ммм, Пригожина, хорошо, спасибо. Вот. Поэтому, как бы, это реально полезная тема. А в особенности она полезна для сабов, для платных подписчиков. Туда можно будет выкладывать какой-то уникальнейший контент. Показывать что-то, рассказывать. Вот. Именно для подписчиков. Вот это вот третье, почему оно полезно. И оно реально полезно. Как минимум для платных подписчиков. Приварилось, наверное, да? Бля, ну ладно тогда. Так, что-то еще есть у нас интересное по новостям. В Казахстане блогеров обязали платить налоги. В Казахстане депутаты разработали законопроект, который обязывает блогеров платить налоги и нести ответственность в виде штрафов за распространение фейков. Президент Такаев принял поправки. Подожди, а что, блядь? Раньше в Казахстане блогеры налоги не платили? Интересно, интересно. Ну, окей, получается, ладно. Аж подожди, а какие блогеры есть в Казахстане, известно? Знать кого-нибудь? Именно прямо из Казахстана. Каких-то известных чуваков. Муханжан. Ну так он же в Россию уже переехал. Предыдущие три доллара тоже. Спасибо. Вот. Кстати, клеща. Сегодня пришло уведомление от лаборатории. Они получили клеща и начали его исследовать. Поэтому ждем результаты. Завтра, может, послезавтра. А еще, кстати, я заказал такую тему. Здесь, ну и в России, я думаю, есть, да? В Америке есть такая хуйня. Очень популярная. Много кто это делает. ДНК-тест. Тебе присылают коробочку. В которой есть специальная такая херь, короче. В которой ты плюешь, типа. Смешиваешь ее там с каким-то раствором. И отправляешь им обратно. Так вот, недавно я приобрел эту хуйню, поплевал туда и отправил. Но ждать долго, пиздец. Вот. Потому что там, типа, написано, ждать надо будет 6 или 8 недель после того, как отправил. Вот такие вот дела. Так что в скором времени мы узнаем, кто я. По национальности, во-первых. А то там я русский, а то, может быть, ты и французский, а может быть и немецкий, а может быть и еврей. Посмотрим, какие у меня там корни. Но должны быть точно немецкий и еврейский. Сто процентов, потому что у моей мамы батя был евреем, а мама немка. У моей мамы имеется в виду. То есть, получается... Что получается-то? Получается, я японец? А, окей. Немец и еврей. Ну вот это пиздец, реально, да. Сам в ахуе. Поэтому, да. Так у нее, у моей мамы, девичья фамилия была... Ратнер. По-моему, да. То есть, у нее фамилия была Ратнер. Потом, когда она вышла замуж за мою бабу, стала Губановой. А была Ратнер. Вагнер? Нет. Фюрер. Иди нахуй, долбоеб. Чего, Каратнер? Да, имя у нее Белла. Бойся! Да, спасибо. У меня не да. Последний нос. Кадыровцы были разбиты в окрестностях Бахмута. Сообщает партизанское движение АТЭШ. Войска Диндона таки доехали до Бахмута. Но тиктоки заснять не удалось. Партизанское движение сообщает, что у них десятки убитых и раненых. Они бегут с позиции похлеще многих мобиков. Но, не знаю, наверное, нахрюк. Хуй знает. Чего 110? Постойчивость. Продолжение следует...